Дорогие друзья, за развитие! С вами ведущая Цайцын Бу. В эфире очередной выпуск подкаста «Древности на служба современности». Итак, вы прослушали записи из выступления лидера Китая Си Зимпин. Он сказал «Желаю благословения и могущества вереньким странам Китаю и России, счастья их народам, а также вечной дружбой между народами обеих стран». Ти-чоу, Тян-чан, дословно переводится как «постоянным» как «земля», «догий» как «небо». Интересно, что выложение было и сошло из таотского философского трактата Дао-де-зин, трактата «Бути и благодати», автором которого по традиции считается основа положник таозизма Лао-зи. В седьмой главе трактата Дао-де-зин Лао-зи сказал «Небо извечно, земля долговременная». Небо и земля могут быть извечны и долговременны, ибо они не обалождают сами себя. Вот почему они извечны и долговременны. Поэтому мудрец, становясь позади всех, оказывается впереди всех, пренебрегая собой и потому сберегает себя. Разве этим он не преследует личных целых, поэтому он и может достичь их? Дорогие друзья, а вы поняли эти слова мудрого Лао-зи, здесь говорится о философии покоя и недеяния? В образных, на белых и в искрях словах Лао-зи заключена глубокая философия. Если вам интересны идеи философии Лао-зи, заведую почитать трактата Бутиль и Бракатати. Он есть в приводе на русский язык, причем есть и поэтические приводы. А я ведущая Сай Цзилу, плащаюсь с вами. Надеюсь, теперь вы овладели всеми вложениями нашего подкаста. А если вы изучаете китайский язык, вы можете смело выключать их в свою повеседневную речь. Так все в Китае поймут, что вы главный и образованный человек, который пригласно разбирается в китайской мудрости. Везего вам доброго!